там должна быть надпись мутант и больше ничего собственно тема доклада моя сегодняшняя это мутант ruby game который проверяет качество ваших тестов ну начнем мы немножко с другого начнем мы с нашего проекта собственно когда мы приходим на новый проект обычно мы видим вот это тот вот кучу с целой кучей зависимостей если ты зеленый джун то ты не то что не знаешь как прикоснулся к этому смотреть даже страшно ну собственно как и любой нормальный enterprise проект этот монстр имеет свою защитную оболочку под названием тесты ну собственно тесты у нас предназначены для того чтобы защищать проект от нас же самих ну и собственно когда мы получаем задание мы делаем добавляем новые фичи покрываем их тестами все окей все работает вот и через какое-то время после также киуэй опрумантом и этот тест мы наши фичи щипим в продакшн вот мы уверены что все работает у нас стопроцентное покрытие но как показывает практика даже если у вас стопроцентное покрытие то это не значит что у вас все работает как надо например вот пример нашего покрытие которое на деле оказалось бесполезным скажем так ну или такой пример и собственно это доказывает ну собственно эта картинка иллюстрирует то чем в большинстве случаев являются наши тесты чтобы исправить эту ситуацию как раз и был создан мутант там собственно позволяет вам проверять качество вашего кода ну и быть собственно честным перед самим собой насчет того как вы пишете тесты ну вот есть ссылочка по которой можно пройти посмотреть собственно знакомиться ближе с ним на данный момент мутант работает на рубях версии 1.9 и больше или рубиниус есть планах поддержка джейруби но с этим сложности поскольку джейруби не поддерживает форк и так в чем же отличие мутационного тестирования от обычного тестирования обычный а в чем отличие скажем так инструмента мутационного тестирования от инструмента замеряющего покрытия в том что инструменты типа симпл кафе лерков они у нас показывают какой процент кода покрыт тестами собственно если у нас все строчки кода задействованы в тесте то он пишет что это сто процентов но так ли это собственно мутанты отвечают на вопрос он спрашивает какой код мы должны изменить чтобы не поломать наши тесты ну или наоборот так что же делает мутант мутант изменяет ваш код во время выполнения мутант использует руби парсер и он парсер то есть он берет ваш код строит из него а есть и абстрактное синтаксист синтаксистическое дерево и начинает заменять поочередно элементы в нем собственно второй пункт когда он заменил элементы он возвращает код назад ну то есть он парсит его делает из дерева руби код и запускают на нем тесты при этом ожидает что они свалятся в конце на своей работе он показывает свой код coverage примеры сейчас покажем как это работает на примере ну собственно вот у нас небольшой проектик есть пару классов есть на них тесты мы будем использовать бандлер для корректного хэндла зависимости собственно что нам надо respect на данный момент мутант единственная стратегия мутант это respect то есть он и за это respect для запуска тестов мы будем использовать simple каф для покрытия для короче чтобы увидеть наше покрытие которое мутант и вот мутанты respect так собственно банду я уже сделал теперь для начала запускаем первый тест ну что у нас есть у нас есть конференция класс конференция есть участник конференции то есть тут мы можем добавлять участников мы можем смотреть участников по имени то есть доставать участника смотреть например скойн компании пришел мы написали собственно на метод добавления участника тест и теперь что мы видим теперь мы пытаемся запустить сейчас смотри больше сейчас подожди это на самом деле никогда больше shift не делаем просто плюсик а команд плюс нормально так же это микрофон там включи если говоришь так сейчас мы запустим с помощью успеха так наш каверич сейчас три секунды так вроде все окей так что мы видим у нас все тесты прошли и покрытие сто процентов теперь мы попробуем то же самое проделать используя мутант запускаем мутант вот собственно что он проделывает в этом отчете мы видим что каверич он определил как 50 процентов саджикс 3 вот он наших три метода которые заюзались мутант произвел 76 мутаций например этих мутаций можно увидеть здесь он 38 из этих мутаций из этих мутаций скажем так прошли тест то есть мы поменяли тест и он мы поменяли код и он тесты провалились вот но 38 и провалились значит у нас осталось 38 живых мутантов вот поэтому мы должны поплотнее присмотреться к нашему коду собственно мы видим что у нас сейчас сейчас еще раз посмотрим в консоли так вот собственно у нас совсем не протестирован добавление в индекс участника конференции вот из-за этого все проблемы то есть мутант что он делает ну например добавляет в индекс место участника нил вот или совсем ничего не добавляют вот ну собственно вот такие вот разные мутации направлены на то чтобы поломать наши тесты сейчас мы добавим кое-что к этому коду собственно теперь мы будем тестировать добавление в индекс участников мы добавили пару спеков также будем тестировать что у нас вываливается exception в случае если участника нет в данной конференции так далее сейчас запустим поехали как мы видим произведено также 76 мутаций и все 76 мутантов убиты это значит что наш покрытие кода соответствует норме так хочу еще рассказать про некоторые флаги мутанта вот стандартные рубежные флаги указываем директорию указываем имя нашего файла который будет тестироваться собственно количество джобов мутант у нас ранится параллельно создает каждый раз процесс дефолтное количество процессов это количество ядер процессора также возможно использовать другую интеграцию на данный момент у нас используется только rspec поэтому кроме него ничего нет вот еще мы можем игнорировать некоторые скажем так тесты например например мы можем игнорировать мутацию метода participant для чего нам надо игнорировать мутант очень медленный если вы обратили внимание 3 46 секунды заняла мутация нашего совсем небольшого класса вот ну можно представить сколько это займет на классе в несколько тысяч строк собственно поэтому мы можем добавлять в игнор экспрессионс методы ну которые нам не важны для тестирования вот то есть ну качество покрытия их не столь важно как некоторые других вот так сейчас fail fast fail fast прогоняет быстрее тесты сейчас а вот fail fast с этим флагом нет не то где то пропустил походу в общем в общем с fail fast у нас быстрее проходит мутационное тестирование он у нас останавливается процесс когда первые появляются первые мутанты ну которые которые не были убиты скажем так вот то есть мы не будем ждать пока например прогонится тестирование там огромного класса который будет занимать пять минут у нас за десять секунд покажет например что у нас что-то не так и мы так итеративно начнем исправлять это все так сейчас зомби ну зомби честно говоря не поняла в чем его смысл кроме того что наши модули переехали в новый namespace если кто-то знает добавляйте потом в комментариях вот так ну в общем положительные стороны мутант мутант вычисляет непокрытый код в то время как другие тулы думают что он хорошо покрытый ну собственно мы вот убедились только что на примере также мутант скажем так побуждает вас писать тесты лучше относиться более более ответственно к написанию теста а также это также писать более надежный код вот можно еще на более реальном примере рассмотреть например у нас есть контроллер в котором два метода мы показываем юзера по user id и показываем юзеров которые были созданы после определенной даты вот что видит мутант как это можно улучшить например дает парс он предлагает применить тут более скажем вменяемый метод iso 86 01 собственно вот что мы видим когда работает дает парс то есть например когда мы даже передаем не дату у нас короче отображается просто дата текущая вот как работает iso 86 01 который предложил мутант ну то есть видим что этот метод более тут более применим минусы мутанта как я уже сказал много времени то есть для continuous integration тестить весь код мутантом совершенно неприемлемо мы можем добавить рейк таски которые будут тестировать только определенные методы модули и так далее ну наиболее скажем так важные части нашего проекта вот ну второй минус это саппорт только только арспека на данный момент на данный момент еще раз возможно поддержка мини теста вот мы пока еще официально нет ну собственно по окончанию хочу вам посоветовать добавить мутант в свой workflow я на самом деле на стадии ознакомления только его знаю вот но есть планах тестировать этим некоторые сервисы вот на нашем проекте ну собственно все всем спасибо доклад окончен добрый 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 дякуем а можно запитание да давай вы вот на реальном проекте как его выкористали так же не я ж говорю на реальном еще нет в моей навазе ты навед не пробовал не на реальном не пробовал еще на застарорубе ну в смысле что на работе не пробовал на рабочем проекте ага но вообще он применяется как бы на коммерческих проектах весьма успешно ну конечно больше больше его применяют для тестирования библиотек поскольку библиотеки у нас как правило требуется стопроцентного coverage ну реальные проекты хорошо если там процентов 80 это вполне приемлемо а вас в планах на проекте его юзати у нас планов нет ну вот я думаю предложить у нас есть некоторые микросервисы которые вполне могут себе быть тестированы этим инструментом добрый еще вопрос да есть вопрос ты вот говорил он предлагает вместо date парс использовать date iso это как-то отдельно надо запускать или оно в процессе вот этого мутантов создания оно само предлагает или делать делать в процессе создания он заменяет твой парс на другой метод вот ну и собственно показывать тебе ну в данном случае как можно было бы улучшить этот парсинг даты то есть это вот в этом выводе в консоли там оно предлагает как можно заменить то ну да ну просто понимаешь кейсы разные бывают нам может реально прийти вместо даты что попало вот и у нас exception просто не будет вот то есть а тут у нас просто сразу же будет exception и как сказал один хороший человек вот сейчас ну короче мы увидим exception перед тем как юзер скажем начнет жаловаться вот все я ответил на вопрос ты радуйся с автором генки про то микробиопрезентации с автором не ну я один вопрос у меня был собственно на который он мне ответил по поводу того что можно запускать мутант совсем без пэков вот ну собственно он показывает тоже покрытие но очень очень низкий процент покрытия показывает хотя на самом деле там код никак не покрыт но он это объяснил тем что у нас есть еще нейтральные мутации которые проверяют ну вообще у тебя проходит как бы ну работают ли у тебя вообще код а с какими версиями робите пробовал мутации с версии с версии 2.1 2.3.1 вот а у ДНВС не 1.8 не работает только 1.9 максимум ну минимум точнее что на нашем проекте главное мы его не сможем связать но других сможем окей дякую вот вот эти мутации они это набор каких-то правил и между ну если запустить один раз вот этот процесс проверки второй раз то результат будет одинаковый или он может как-то варьер да конечно эти могу показать прямо сейчас так я еще тут презентацию включил да ну вот мы запустим код который у нас не сто процентов покрытый вот да то он ну скажем так он применяет до одни и те же скажем так методы вот одни и те же стратегии вот пятьдесят процентов вот единственное что по времени они различаются вот ну вот пятьдесят процентов спасибо еще есть вопросы у кого-нибудь ну и как я понял его в принципе вот допустим на сяк или где-то нам вроде настраивать особо нет необходимости то есть ты просто локального себя ранишь при написании при разработке не ну почему можно на сяк цеплять уже а если там человек забывает например вот то мы сделали ну скажем добавили таску там для тестирования какого-то модуля она будет постоянно прогоняться вот если кто-то случайно там написал плохие тесты это сразу же будет видно вот кубин взимод а мутант позволяет указать какой-то пороговый приемлемый приемлемое значение по ковриджу, ну, например, чтобы там падать, чтобы билд падал при каком-то, допустим, если, не знаю, больше 90 процентов, то билд зеленый, а если там меньше, то... Ну, скажем так, можно изобразить из класса Mutant Klee, ну, CLI, вот, и, как правило, после прогуна тестов у нас метод этого CLI выдает результат, вот, ну, сейчас я не знаю, покажу тебе или нет, вот, и в этом результате у нас, по-моему, есть, ну, percentage наш, ну, то есть, собственно, то, что мы его тут видим. И, ну, соответственно, билд может, да, упасть, вот, при каком-то пороговом назначении, ну, ниже порогового. Спасибо. На мой опыт, пань, бишь? Родины мая. Добро дякую, Деба. Ну, спасибо вам тоже. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...